Свой физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Ветлуге. Это уже 39-й ФОК, построенный в Нижегородской области. Построили его менее чем за два года. Работы по строительству начались в августе 2019-го, а сегодня в нем уже занимаются спортсмены и физкультурники. Площадь ФОКа 6,5 тысяч квадратных метров. Кроме тренажерных и спортивных залов, в нем еще целых три бассейна. В открытии ФОКа принял участие губернатор Глеб Никитин и министр спорта России Олег Матыцын. В первую очередь нашего долгожданного ФОКа «Легенда» мы запускаем. Я думаю, что на сегодняшний день это повысит спортивную активность нашего населения. Всех возрастов абсолютно. Уникальные три бассейна, где можно обучать плаванию, начиная с грудничкового возраста. И это для нас актуально, потому что живем на берегу реки Ветлуги, и возможности обучать детей плаванию не было просто-напросто. В районе не было спортивного комплекса и очень мало спортивных залов. У нас при районном совете ветеранов создана группа здоровья 50 человек. Мы три года ездили в спортивный комплекс «Уриня». Это 50 километров. Это большой подарок, и видим счастливые лица детишек. Очень рад, что мы в партнерстве реализовали этот проект. И абсолютно уверен, что он является хорошим примером и для других субъектов Российской Федерации. Знаете, у меня нет никаких сомнений, что звездочки, которые здесь засияли, засияют. И в будущем они будут покорять не только Нижегородские и Российские высоты, но и международные. Процент занимающихся спортом просто по объективным причинам в Ветлушском районе был ниже, чем в среднем по Нижегородской области. Я думаю, что эта ситуация таким прорывным образом изменится после появления этого объекта. И много других объектов сейчас строится, в том числе по национальному проекту «Спорт. Норма жизни», по национальному проекту «Демография» при поддержке правительства Российской Федерации. Поэтому спорт развивается. Все показатели национального проекта, опережающие, причем в части количества людей, занимающихся спортом, мы выполняем. И уверен, что выполним все задачи, которые перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир Ильич Путин.